Здравствуйте! Это канал «Страна для жизни» и наша постоянная рубрика «Письма героям». Сегодня в нашем выпуске история Александра Тарасенко, бывшего иеромонарха Гомельского Свято-Никольского монастыря, который после 20 лет службы покинул монастырь, а в настоящее время является политическим заключенным. Своё детство Александр Тарасенко провёл в Украине, затем перебрался жить в Беларусь, в город Гомель. Там закончил политехнический колледж. Во время учёбы часто посещал богослужения в соседнем с колледжем в Кафедральном соборе. В конце 90-х, получив диплом об образовании, принял постриг в монашество с именем Николай. Позже был рукоположен священный сан. Александр начинал с самых низов. Был трудником, иноком, послушником, монахом, иеромонахом, священником. Он посвятил 20 лет служения Богу. Александр Тарасенко вместе с единомышленниками придумал и реализовал идею проводить молодёжный христианский фестиваль «Христос посреди нас». Этот фестиваль предполагал участие христиан разных конфессий и динаминаций. Именно его трудами и заслугами был построен храм, прихожане, и очень многие люди его любили и любят до сих пор. Это очень честный, открытый, искренний, отзывчивый человек. Он всегда откликался на человеческую боль и старался помогать всеми возможными способами. Сам Александр после своего ухода из монастыря в мирскую жизнь говорил так «Моя жизнь в монастыре не была отшельнической. Это не та ситуация, когда ты 20 лет сидишь в келье и только и делаешь, что молишься. Моя жизнь священника была связана с миссионерством, работа в школах, в разных социальных обществах, в армии. Было много общения с очень разными людьми. Уже в мирской жизни у Александра появилась супруга и родилась дочь. Ему и его семье пришлось пройти нелёгкие испытания, но именно благодаря тому, что он не предал себя и своё ощущение мира, своих убеждений, всё постепенно наладилось. Как настоящий христианин, он очень чувствительен к разного рода лжи и несправедливости, к несчастьям и горю людей, ближник, к насилию. Именно поэтому он не смог остаться равнодушным к событиям, происходившим как в 2010-м, так и в 2020-х годах. Александра задержали 23 марта 2023 года в Гомеле и осудили на 14 суток административного ареста. После отбытия административного ареста на свободу он не вышел. Тарасенко взяли под стражу и поместили в СИЗО номер 3 города Гомеля по обвинению, согласно статье 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Оскорбление Лукашенко. В настоящее время в заключении находится 1760 человек, чьи имена известны правозащитникам. Из них около 10 представителей разных конфессий, кого режим Лукашенко лишил свободы за то, что они проявили сочувствие и выступили против насилия. Мы просим поддержать Александра и всех политических заключенных письмами, открытками и телеграммами. Поддерживайте семьи, говорите с друзьями о том, что происходит в Беларуси. И не забывайте соблюдать меры по безопасному цифровому общению. Пишите письма политзаключенным. Не забывайте наших героев. Жыве Беларусь!